Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 22 мая. Вот сегодня утром я говорила, что буду высаживать перцы вот в тот стальной парник с таким грозным названием Агрощит. Конечно, перцы я уже утром говорила, что они ждали-переждали. Вот видите, уже с полноценными плодами, ни с одним, ни с двумя. Раз, два, три, четыре, по четыре, по пять плодов. Вот эта бигмамочка оранжевая показывала уже Ромира. Естественно, что и баклажаны у меня уже цветут, и немножко их колорадские жуки обгрызли. Но было, не могла выбрать все время. То у нас была сильно жара, то сильно дождь вчера был. Вот сегодня я высаживаю. Я хочу сказать, что вот именно этот парник, я уже мельком как-то говорила, почему был приобретен именно этот парник. Конечно, для того, чтобы вот эти перцы, которые более теплолюбивые, они более капризные, их и весной мы прикрываем под пленочкой, когда рано высаживаем. И осенью, во время первых вот этих холодных роз, во время похолоданий, им обязательно нужно укрытие. И вот эта вот конструкция меня идеально устроила, потому что, смотрите, вот здесь, когда мы собирали, я вчера-то дождь не дал дособирать, я не дорассказала. Вот здесь, вот в коньковой части, оно здесь закрепляется, и шнур здесь. И вот эти половинки, по желанию моему, например, огородника любого, мы можем закрывать, откидывать и открывать. Вот хорошо сейчас теплая погода у нас, открывать-закрывать не нужно. Но осенью я обязательно буду полок этот вот сюда прикрывать. Еще не вставили, там надо эти, как бы трубочки ставить, чтобы он не колыхался, чтобы он держал форму. Все будут они здесь запакованы, и в случае нужды, если будет сильно холодно. Бывают же, как обычно, кратковременные заморозки, там на одну ночь, на две, а потом еще, может быть, полмесяца тепло, и вот в случае кратковременных заморозков буду бросать еще полиэтиленовую пленку, ну как это я так предполагаю, может быть, их и не будет, чтобы там тепло сохранилось, чтобы они там как можно дольше прожили, потому что вот этот перец Рамира, он очень такой, как долгожитель, он долго-долго-долго плодоносит, но перцы, они все же с южных откуда-то стран, они все теплолюбивые, они все рассчитаны, даже, может быть, некоторые, скорее всего, все, на многолетнее выращивание, и вот его выращивать можно очень-очень долго. Главное создать ему здесь условия. Я думаю, что вот это вот укрывное полотно, которое называют как уникальным нового поколения, я про него рассказывала, вот это Райзенхаузер, что оно поможет сохранить перчики подольше, и, естественно, все, что будет происходить здесь в этой парничке, вот в этом вагро-щете, я все буду рассказывать, и я скажу, есть ли разница между тем, как просто в открытом грунте, у меня в открытом грунте тоже несколько штучек будут расти перцев, и как вот здесь под укрытием, все, вот сегодня высадка, конечно, видите уже такие корнищи, их бы можно было давно уже высадить, но вот нынче я с ними замешкалась, надеюсь, на будущий год, если в этом году хорошо себя покажет этот парник, на будущий год прям рано-рано-рано высажу, тем более он здесь будет у меня постоянно на этом месте, я на зиму буду укрытие убирать, а этот каркасик останется, на будущий год рада на весну, и вышел, хоп, накинул, и вот тебе парник готов, все, до свидания. Ну вот, все у меня баклажаны и перчики вот в эту, в парничок агро-щит высажен, я хочу добавить еще несколько слов, так как у меня здесь была ускоренная высадка, я сразу скажу, что здесь грунт не подготовлен, я ничего с осени не удобряла, сейчас тоже ничего не удобряла, потому что некогда сроки уже поджимают, нужно скорее, и вот в этом случае будет совсем, как сказать, другое, как бы вам объяснить, когда спрашивают, чем подкормить, первая подкормка какая, я всегда говорю, ну кому чего не хватает, если это вносили, то можно это добавить, вот здесь я не вносила ничего, значит, первая подкормка у этих перцев будет, как сейчас только они приживутся, через 7 или 10 дней, не затягивая, я буду подкармливать комплексным удобрением, то есть там, где азот, фосфор и калий, может быть универсальным для всех культур, может быть специально для перцев, ну вариантов много, но дело в том, что вот здесь подкормка моим перцем будет просто необходимо, если в других районах огорода я говорила, что тут я осенью подготавливала, тут я это вносила, это вносила, здесь я не вносила ничего, здесь без подкормки перцем будет очень плохо, тем более вы знаете, что перцы, они нуждаются в таком, не в дежурном уходе, а именно в повышенном внимании, тем более вот там перчины уже большие, и чтобы они не сбросили эти перчины, и чтобы они дальше продолжали расти, буду делать подкормку азот, фосфор, калий, или буду составлять сама из трех компонентов, или скорее всего возьму уже комплексное, когда буду подкармливать, обязательно вам покажу, потому что когда я в позапрошлом году снимала, я говорила, что первая подкормка достаточно только золы добавить, я вот золу растворяла, поливала, там микроэлементы, все, но это в том случае, когда все было заранее подготовлено, здесь у меня и почва плохая, тут у нас огород такой, как бы, ну участок просто был брошенный, и тут ничего не было внесено, тут нужно позаботиться о перцах, вот теперь до свидания.